Ага, а вот так? Я думаю, надо Макара позвать. Он, сука, запустил свой смак теперь в Ютубе. Смак же закрыли на первом канале. Да ладно? Да. Он неделю назад сделал первый выпуск с Ванькой Ургантом. Он его позвал в гости, так сказать, символически. А теперь Макар начал... Кнопу нажали? Да все, уже идите? Мотор? Я думаю, мы туда идем. Или в какую мы сторону? И к нему сходить. Он придет, если что-то у него телефон... А Ургант живет, по-моему, да? Ну тогда... Давно не смотрел. Макаревич отдал Урганту этот проект. Он его долго вел. А теперь его закрыли. И Макар пошел в Ютуб. Первый выпуск, который был тоже live прямо в том числе. Он позвал Ваню. Символически, так сказать. Тот пришел. Я его видел, главное, недавно в Москве. Мы виделись там. Но я не знал еще. Об этом не обсуждали просто. Ребята, ну мы с Макаром-то давно знакомы, конечно. Я уверен, что он придет. Но давайте поддержим его лайками и перепостами этого видео. Мы посмотрим, насколько вы хотите, чтобы Макаревич пришел на наш канал. И мы с ним сварганим что-нибудь эдакое. Ну что, идем в мясо? Давай в мясо. Начнем с мяса. В магазин лучше всего ходить ночью. Меньше людей, хоть видны продукты. Тут 9 утра, как у вас ночь. Вот ты заметил, да? Шоколадку. Разницу. Мы ехали с вокзала от пол-седьмого. Город пустой. Не, он не пустой. Но такое. Рано темнеет очень. Относительно, понимаешь? В буфе там еще в 6 еще как бы не очень темно. А тут в пол-четвертого уже все. Я вот всегда, пожалуйста. Я что-то готовлю, а мы ничего не показываем. Ты же когда съебываешь, они мне дают что-то готовить. А я там как замешаю. И все потом. Я дворец макарошки делал и ни разу, суки, не показали. Сейчас мы кусок мяса возьмем, короче. Мы сделаем... Я возьму фарш и мы сделаем пирожки с мясом. Да, как положено, как в Советском Союзе. Фарш сейчас в магазине, в принципе, можно брать. Они не такие плохие, как были раньше. Уже, кстати, да, ничего такое. Мы возьмем пашину, мы сделаем компоненты для оливье. Сейчас будет правда про колбасы и сосиски. Горькая правда. Наши зрители увидят правду и услышат. Сейчас я возьму пару яиц. Ага. Хорошую колбасу прошли сразу. То, что еще можно брать. То, что можно брать, мы прошли сразу. При выборе яиц, ребята, куриных, надо обязательно пощупать себя за яйцами. Тогда ты лучше ощущаешь... Ну да, насколько они там соответствуют. Правильность куриных. Ну, где у нас сосиски? Мы сделаем сосиску в тесте, да? Ну да. Это когда... Когда тесть съедает сосиску, тогда она в тесте. Бывает сосиска в тёще, бывает сосиска в тесте. А водка в графине? Да. Слушай, а какую возьмем? Жожевский или настоящий? Нет, это слишком тонкие. Нет, ребята, я вот что вам хочу сказать. Вот, например, да, мы сейчас смотрим на полки. Вот везде написано ГОСТ. То есть сегодня уже, когда без ГОСТа, это уже исключено. Это уже исключено. Так вот, чтобы ребята знали. ГОСТ. Какой ГОСТ? ГОСТ. Запикайте меня, пожалуйста. Это полная хуйня. Когда-то это не было полной хуйней, а сейчас хуйня. Потому что на самом деле ГОСТ, он действительно может декларировать, что это правильно по ГОСТу. Но ГОСТ декларировал только содержание жира в продуктах. Оно должно быть вот таким. Всего остальное насрать. Поэтому они-то не врут, когда пишут ГОСТ. Там по жиру, а не по ГОСТу. По всем другим компонентам. Там сегодня вместо говядины курица, как правило. Конечно, у меня сердится. Это дешевле. Да, да, есть такое. В докторской колбасе. Хотя там курица мимо не должна ходить мимо докторской колбасы. Потому что это не должно быть. Вот так. Вот в чем дело. То есть они как бы да, но как бы нет. Вроде и не обманывают. Мы сейчас возьмем какой-нибудь шматочек маленький докторской колбасы. Это чего? Для оливье? Оливье вообще не важно, какая колбаса. Потому что оливье это такая еда, нормальная еда. Ну да, месиво. Да, смысл... Идем к сосиске. Ты хочешь кусок колбасы себе поджарить, как я люблю докторской, поджарить, чтобы она вот так встала. Да, вот так вот. Чтобы все встала вот так, да. Вот тогда я буду выбирать докторскую колбасу, чтобы она была хорошая. А если в оливье, не надо. Все ревня. Ну это не должна быть какая-то самая дешевая колбаса, но не должна быть самая дорогая колбаса. Сосиски. Ну да, чтобы не граничилось безумие. Сосиски. Сосиски. Потому что сейчас немножко играют с диаметром. Типа там дети, не дети. Ну мы возьмем какие-нибудь вот такие. Тут ничего вроде бы формат. Средние. Средние такие. Абсолютно... Вот и выбрал. По диаметру. Я расскажу. Когда мы будем снимать сосиску в тесте, традиционную сосиску в тесте, я расскажу об одном абсолютно уникальном месте, которое существует, где продаются сосиски в тесте, которое существует на территории бывшего Советского Союза. Так. В это место как стояла очередь при Советском Союзе, так она стоит, сука, до сих пор. То есть там ничего не поменялось? Где к свободе не видать. В Питере? Постарались. Нет, это не в Питере. Слушай, а нам надо... Полтора. И в кофе еще долить надо. Так вот я и взял. Ой, суставы уже, сука, не те. И медленно встает, главное. Ага. Ну, знаете, ребята, вот что касается икры. Ну, в общем-то, знаете, знаешь, есть такой принцип, который далеко не всегда работает. Чем дороже, тем лучше. Не знаю, что там, магнитофон, тетрадки школьные или там гандоны какие-нибудь. В икре это, в принципе, это работает далеко не всегда. Не значит, что самое дорогое, это самое лучшее, но в икре это, в принципе, работает. То есть, главный критерий, да? Сука должна быть лучше. И это, как правило, это работает. Поэтому я-то не гонюсь. Сегодня нам красная икра нужна как очень забавный компонент. Поэтому он сработает. Я не буду брать что-то дорогое. Ну, вот металлический банк можно брать? Конечно, можно. Спокойно, да? Часто икра делается из замороженного сырья. И, как правило, производитель по чесноку об этом пишет. То есть, в этом ничего страшного нет. Когда икру в море, допустим, там заморозили, или ее заморозили вместе с рыбой. А потом оттаяло, икру достали, и посолили ее. Как интересно. Но лучше замораживается всегда икра уже соленая. Это абсолютно нормальная история. Взять, допустим, спер где-нибудь тонну икры. Что с ней делать? Грабанулевый пояс, например, да? Икорный. Можешь ее заморозить. Можешь где-нибудь стырить еще фрезер на колесах какой-нибудь в виде вагона. И заморозить. То есть, после размораживания икра, ну, нет человека, который поймет, что она была заморожена. То есть, она не информируется. Ничего себе не происходит. То есть, вообще говоря, философия такая. Все соленые продукты замораживаются прекрасно, и после оттаивания хер поймешь, что они были заморозены. Соленая рыба, селедка замораживается, шикарно. И ничего с ней не поймешь, конечно. Я не такой здоровый заморозки, как вы понимаете. Но, в принципе, мы сейчас возьмем недорогую икру. Недорогую. И мне нужна икра щуки. Знаете, для чего? Для чего? Для оливье. Оливье с икрой щуки. Ну, ты увидишь сегодня. Я даже не представляю. Это стоит запикать слова о щуке. Я сейчас возьму кильку. Даже не представляю, икра щуки в оливье. Мне нужна килька для... Икра щуки. Я сейчас покажу, ребята, смотрите. Вот это... Это тюлька. Тюлька. Это хамса. Хамса. А есть килька. Это ее родственница. Ну, я возьму кильку. Вы сами в магазине посмотрите, чем они отличаются от друга. Я люблю все. Я хамсу люблю, и кильку люблю, и тюльку люблю. Так вот, в этом смысле... Но нам нужна килька. Да. Анекдот. Я вас научу, как кильку правильно чистить. Анекдот про тюльку и кильку. Когда встречаются в море тюлька и килька. Ну, тюлька говорит, привет, килька. Килька говорит... Ну, вообще-то я уже не килька. Я вышел замуж за японца, теперь я и в аси. А тюлька говорит, я тоже уже не килька. Я вышел замуж за еврея, теперь я мой его. Так что, именно в рыбном отделе, подержав в руках то и другое, можно говорить, рассказывать такой анекдот. Нам сейчас нужна какая-нибудь, пусть размороженная, но рыбка маленькая. Размороженная и маленькая? Потому что у меня есть идея показать, как сделать человеческие шпроты. То есть, шпроты можно в домашних условиях приготовить? Нет. Ну, мы можем из корюшки сделать шпроты, да. Да, мы сейчас купим немножко корюшки. Надо бы позвать. Алина, там можно позвонить, тут звоночек. Ребята, ну понимаете, шпроты, это уже, собственно, не вид рыбы, а это некий способ приготовления маленькой рыбы, когда ее коптят и дорабатывают в масле. Мы сегодня это сделаем домашним способом. Ну, она дефростирована. Размороженная? Она дефростирована, конечно. Да мне надо, знаете, как раз мелкую, не крупную, да, если бы там... Ну, это нормально. Нормально. Ну, это хорошо. Мне еще один термин нравится. Есть такой термин – десиминировать. Десиминировать, например... Ты что, вспоминаешь свои полиханерские времена? Да-да. Десиминировать ныню можно. А что можно с документом сделать? Его можно урнировать. Всякого говна нахватались. Ну что, в овощи идем. Для винегрета? Да, надо будет винегрет сделать. Нам поэтому нужна... Морква. Главный продукт в оливье – это морковка, между прочим. Сверкла? Да. Прямо так, не глядя. Небольшие упаковочки, ну а че я? Свеклу, ну, свеклу надо выбирать так, на самом деле, чтобы там в упаковке было как можно больше одинаковых свеклин. Потому что она варится долго, чтобы она варилась одинаково, лучше брать... И чтобы одновременно проварилась. Вот и все, на самом деле. Ну, чтобы там не было никаких червоточин, конечно. Это мы ввесить должны будем морковки, не забыть. Да надо... Мало, вообще нет огурцов. Если возьму, нам все равно надо несколько... Это соленые? Да, это соленые. Не маринованные, а соленые. Соленые, да. Лимоны номер 30, да? Лимоны как ты выбираешь? Тоже так же? Лимоны надо смотреть, чтобы у них была тонкая кожа, потому что, понимаешь, чем крупнее целлюлитность, тем толще кожа. А нахера нам надо платить бабки за кожу, если надо платить за мякань? Это точно? А еще лимонов надо? Конечно. Конечно, я как раз на женщинах хотел объяснить, да. Это хорошо объясняется на примере женской кожи. Ох, какой вы знаток женской кожи. Точно. Да, вы, мужики, пощупайте баб, несколько разных баб, и увидите, насколько у них разная целлюлитность. На жопе, естественно. Да, и поймете, как правильно выбирать лимоны тогда. Вот такие бывают странные способы обучения выбирать продукты. На женской жопе. Женщины сейчас на меня опять все обидятся, что я баб ненавиден. Эпл-чекция. Но именно потому, что я люблю женские жопы, поэтому я так говорю, потому что я знаю, что такое целлюлит. И как с ним бороться. Знает толк. В женских жопах. Меньше бугристости в лимонах, тоньше кожи. Ага. Креветки надо выбирать, чтобы поменьше льда было. И все. А чищение, не чищение? Для быстроты можно взять чищение. Главное, чтобы льда поменьше было. Чищение? Ну да, там. Все равно наебут. Все равно наебут. Конечно. Смотри, не смотри. Все равно там одни такие. Горошек зеленый. Горошек? Мед, растительное масло. Ну, горошек, собственно, бывает в банках. Он уже бывает еще зеленый, но уже на грани очень сильной зрелости. Поэтому он бывает жесткий. И как же его выбрать? Горошек то же самое. Чем он дешевле, тем больше вероятность того, что там будут попадаться жесткие горошки. Дерьмовые, понятно. Он должен, говорит, горошек должен размазываться по небу языком, в принципе. То есть ты должен его ощущать во рту, но он должен быстро исчезать у тебя во рту. Ну да, твердое это не то. А когда он твердое, это плохо. Поэтому, когда он очень дешевый, он такой перезрелый уже. Да-да. Переросток такой. Такой уже не прыщавый он подросток, а такой, который уже секса попробовал, понимаешь, разочек другой. Поэтому мы возьмем... Испорченный. И теперь мы возьмем растительного масла. Нам надо много. Потому что мы будем пирожки жарить, сосиску будем жарить в кистье. А, нет, нам надо дешевого. А пирожки жарить будем, да? Ну мы сделаем пирожки жареные. Жареные? И меда надо надо на упаковочку взять. Меда вот такого. Ой, сколько это! Модные какие! Используется самый простой мед, беспонтовый. Ребята, в следующий раз мы договоримся с таким хорошим магазином, чтобы подробно пройтись по полкам с оливковым маслом. Я проведем серьезную лекцию о том, что такое оливковое масло, как его выбирать, для каких целей, как нас обманывают с оливковым маслом, кто обманывает, кто нет. В общем, кто хороший, кто плохой. Я просраться дам, короче, всем. Отлично. Мало не покажется с оливковым маслом, да. Расскажу вам, чем отличается испанское от итальянского. Кстати, да. Как работать с греческим маслом. Да. Самое лучшее, не греческое, не итальянское, не испанское, а назову, какое самое лучшее масло. О, блин, мы теперь ждать будем. Вот, так что ждите. Главное, корешам своим подписывайтесь на канал, потому что чем больше у нас будет подписчиков, тем больше возможностей у нас будет проникать в разные магазины. Да. А у вас сколько подписчиков? Десять тысяч мне мало. Не пустим. Столько полмиллиона? А, давайте. Пожалуйста, жду. Так что, ребята, тут все, понимаете, зависит от вас. Ребята, напрягитесь. Ты пойди по улицам в свои деревни, да, и проари с плакатом идеи, с адресом нашего сайта, с адресом нашего канала, да, и там с хэштегами проектов. Здрасте. И тогда ты получишь информацию. В деревне, правда, у тебя масла ни хера оливкового нет, но про сало расскажу, я не знаю про что еще. Это точно. Им можно заменить. Вместо того, чтобы в лифте писать? Ну да, вместо хуй. Не пиши хуй. Да, не пиши. Спасибо, что нужно больше писать, понимаешь? И, кстати говоря, вероятно сделать больше ошибок. Ребята, я не знаю, что за тенденция пошла. Допустим, приставку по писать отдельно. Это какой-то пиздец. По пробуй. Почему вы пишете отдельно? По и пробуй. По дойди. Почему вы пишете по и дойди отдельно? Это что, блядь? В школе сейчас так учат? Я это встречаю в 60% случаев, где есть такие слова. Где есть такие слова. И еще частицу не тоже. Тоже не понимаю. Не дожаренный, например. Не дожаренный. Да, да. Твою мать. Сканер шагов и мата. Давай, складывай и говори, что купили. Огурцы. Свекла. Много свеклы. Еще пакетик. Видела сколько? Люк. Ту. Тесто. Будем проверять наши знания. Бездроживое. Слоеное. Для сосисок. Это морковь. Кератин. Силоз. Бутер. Как они называются? Да так, креветки. Ну да, креветки. А это? Тюлька. Ихочка. Холик. Фарш. Два масла. И шоколад. Тюлька. До свидания. Добежал. Дорог. Кефиренский. Колбаса. Мы сейчас замесим тесто. Мы здесь, наверное, сейчас сделаем два начала. Молочко. Коки. Для сосиски в тесте и для пирожков с мясом. Зиммеры, пакеты. Окей. Чтобы потом смонтировать. Еще коки. Лимоны. Щучья икра. Сосиски. И дрожжи. Прессованные. Мед. Анчоусы. Карта наличная. Икра. На сколько вышло? Четыре тысячи. А нет, четыре тысячи пятьсот двенадцать рублей. Вот и все. Скидочку дали? Скидочка там зашита. Десять процентов. Ну и сколько получилось к новогоднему столу? Слушай, ну новогодний четыре пятьсот. Набор. Нет, там какие-то мелочи. Ну мелочи, да. Мне бы не соленую засылать, но там будет уже. Я пью всегда одно и то же. Неважно, Новый год не Новый год. Коньяк или виски и шампанское. Но в Новый год надо, конечно, шампанское-то хлопнуть. А нам потом ребята напишут комментарии. Нет. Пьют что-нибудь другое. Правильнее говорить о том, кто чем похмеляется. Кто пьет что с утра первая. Вот это правильнее говорить. Мне тут тоже есть что сказать. Какие-то есть стандарты, приводящие в чувство. Я просто никогда не похмеляюсь. То есть я никогда не напиваюсь настолько, чтобы утром было много. Чтобы да. Ну там понятно, что там кефирчик утра ливали, там боржоми с лимоном. Но я не алкоголем я в смысле. Алкоголь не употребляю по утрам. Ну да. Крепкий бульон, да. Ну пока остави здесь, Аленочка, детка, ты можешь мне помочь сейчас? Муки мне нахерачить. Машину с... С этим... С крюком. Движу с крюком. Да, муку достать просто мне. Сейчас я возьму дрожжу, мы забейте.